Сегодня тысячи первоклассников по всей стране шагнули в новый мир под названием «Школа». В нашем районе в этом году за школьные парты впервые сели 1350 мальчишек и девчонок. С юными первоклассниками, их родителями и учителями пообщались наши корреспонденты. Как готовились к дню знаний, с каким настроением встречают новый учебный год старшеклассники, смотрите в праздничном репортаже из третьей школы. Позади долгие летние каникулы, во время которых школьники как следует отдохнули и 1 сентября с новыми силами переступили порог школы. Но дорога к знаниям должна быть безопасной, а об этом позаботились сотрудники ГИБДД. По уже сложившейся традиции в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в День знаний на территории района вблизи школ на пешеходных переходах дежурили стражи дорожного порядка. У нас действительно задействовано максимальное количество речного состава для обеспечения безопасности детей у школ, обеспечения их безопасного перехода, ну и, скорее всего, для прививания навыков безопасного нахождения на проезжей части. Вот эти мероприятия будут продолжены и на следующей неделе. Всю последующую неделю мы будем обеспечивать безопасность дорожного движения у школ. С самого утра школьники в новеньких костюмах с новенькими сумками, ручками и тетрадями, с букетами в руках, спешили в свою родную школу. Поздравить ребят с началом нового учебного года пришли почётные гости. На торжественной линейке выступил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин. Он пожелал школьникам смело покорять новые вершины знаний, а учителям – терпение, мудрости и здоровья. Сегодня, в этот знаменательный день, я поздравляю вас от администрации Краснодарского края с вашим праздником. Я желаю вам благополучия и успехов. Особые слова сегодня в адрес первоклассников. Ребята, вы сегодня счастливые, вы приходите в страну знаний. Я вам желаю успехов, благополучия и чтобы у вас всё получилось. По традиции, 11-классники дали напутствие первоклассникам. Малыши сумели держать ответное слово и пообещали хорошо учиться, радовать родителей и учителей. И, наконец, подошёл самый волнующий и долгожданный момент праздника. Учениками первых и 11-х классов был дан первый звонок в новом учебном году. После праздничной линейки дети прошли в обновлённые светлые классы на первый в новом учебном году. А для первоклассник первый в жизни – школьный урок. Они ждали этого момента с особым нетерпением. Школа – это место, где дети учатся. А школу я люблю потому, что тут много детей, занятия. Я люблю школу, потому что здесь много уроков, учитель есть. И можно в школе учиться, и перемены есть. Месяцы подготовки к школе позади. Куплены все тетрадки, ручки, краски, собран рюкзак. Вчерашние малыши стали чуточку взрослее. У них началась новая школьная жизнь. Но этот день особенный не только для юных учеников. Родители волнуются не меньше. Мы все очень волнуемся. Мы сами учились в этой школе, и наших деток мы тоже доверили в эту школу. Так что волнуемся, конечно, переживаем. Но, кажется, наша школа самая лучшая. Сам учился в этой школе, как будто всё было только вчера. И сегодня первый класс уже провоздаю свою дочку. Конечно, волнуюсь. Как будто сам первый раз в первый класс. Стоит отметить, что в этом году третья школа стала лучшей в краевом конкурсе по подготовке к 2017-2018 учебному году. Сегодня её порог переступили 916 учеников. Впереди их ждёт новый мир знаний. Годы учёбы, наполненные яркими впечатлениями. Сегодняшняя линейка, вы знаете, она настолько придала мне сил, уверенности в том, потому что я видела радостные глаза наших детей, счастливые глаза наших детей. Дети хотели встретиться со школой, и они с удовольствием, я видела, как они с радостью пошли на свои классные. Я думаю, действительно, корабль наш школьный поведёт детей в страну знаний, и настроение у наших детей будет хорошим. Вот и начался новый учебный год. Для кого-то первый, а для кого-то последняя ступенька перед выходом во взрослую жизнь. Вся наша жизнь связана со школой, которая всегда будет согревать своих учеников, утешать в часы обид, радоваться вместе с ними в минуты больших и маленьких побед. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».